Красота, все рыжает, наши красивые горы. Друзья, всем привет! С вами Крым, глазами местных! Привет, дорогие друзья! Сегодня мы отправляемся в небольшое путешествие, буквально тут от Ялты, 10 минут езды. Ну, как я хотел начать блог, да, многие вот ялтинцы сейчас думают, куда поехать пожарить шашлыки в лесу. На пикник, куда? На пикник, то пожароопасный период, то... На заповедник. Так, давай, сейчас поворачиваем на зоопарк. Быстренько, пока нас никто не сбил. Ну, эту дорогу все знают, да, кто ездил в зоопарк, сказка, кто посещал музей Поляна сказок. Смотрите, как здесь сегодня людно, все идут гулять. У нас, кстати, дни стоит очень жаркая погода. Сегодня у нас 20... Какое сегодня уже, Славик? 22 октября. Вот 21 и 22 просто выдающиеся теплые, как будто летние, я бы даже сказала, дни. Смотрите, какая красивая панорама. Вот место, где должен быть сейчас Учинсу, он сейчас выключен, там практически ничего не капает даже. Вот. А мы идем на пикник небольшой компании. Сегодня пожарим шашлыки, покажем, где это можно сделать официально, да, то есть это разрешено. Это участок, он как будто бы в лесу, но это еще не заповедник. От конфетти 2 километра вглубь. Вглубь. Будем мы проезжать зоопарк, будем проезжать ресторан Горный, да? Горный ручей. Да, Горный ручей. Кемпинг Поляна сказок, где мы были с вами не раз. Вот поворот на зоопарк. Вы знаете, что я вот хотел спросить, в особенности у местных, у ялтинцев? Напишите в комментариях, куда вы ходите сейчас на пикник. Вот мы раньше ходили на Казачий стан. Все, наверное, знают это место, но, насколько я знаю, оно закрыто. Я звонил туда, закрыто. То есть у нас остается только Васильевское озеро, там остановиться. Ну и Краснокаменское озеро, там тоже очень хорошо. И рыбку половить можно, и природа, виды такие классные. Да, там прямо у озера тоже здорово, с видом на Медведь-гору. В принципе, я больше не знаю место. Это, наверное, вот единственный сейчас, причем написано, кемпинг, кемпинг дыхания называется. Открыл его наш подписчик уважаемый, да, наш зритель, давно нас смотрит, Александр. И вот он нас ждет. Сегодня мы решили отметить, ну как отметить, ну кумовеи собрать там, ну пару семей, таким небольшим кругом посидеть, шашлыки пожарить, ну и показать, заодно сделать обзор. Вот ресторан Горный, Ручей. Сделать обзор этого места. А с другой стороны наше посещаемое любимое место, отель Поляна Сказок. Речка Водопадная, течет или Учансу, по-другому называется. Ой, тут уже столько всего, что-то настроили, настроили. Ой, я помню, когда в наших первых блохах мы ходили вот по этому ручью вверх. Мы ходили, да. Ой, как ставрика я, смотри, как оно возвышается, здесь прям видно классно. Своим носом, как будто корабль торчит. Ну вот, в принципе, вот сейчас доедем, куда доедем, а там уже посмотрим. Дорога отличная, вообще шикарная. А тут какой-то прям... Ее недавно сделали? Домики одинаковые, красивые. Я тут не ездил очень долго, очень давно здесь не были. Такой высокогорный элитный райончик. Нам осталось 3 минуты езды, всего 700 метров. Да, смотри, новая дорога. Слушай, как давно мы здесь не были вообще, хана. Как же горы близко. Это если вокруг так проехать, то вы езжаете на... На Боши? На Боши, да. А, вот тут будет ответвление, нам на Исарское шоссе надо, или мы дальше едем? Дальше чуть-чуть. Дальше, ага. Чуть-чуть дальше, и будет ответвление. Смотрите сюда, как... Юль, показывай вперед, пожалуйста. Я показываю. Пошел. Так, вот, доехали до моста. Это как раз Учан-Су под нами проходит. Здесь пошла хорошая дорога налево, а нам направо немножечко... А нам в глубину леса. Немножечко по старой советской дороге, советскому асфальту, разбитому, как и со стороны Соколинова на Эпетре. Ну, кстати, со стороны Соколинова вот уже ремонт, вот уже назревает. У-ху! В этом году делали проект на сметную документацию, там что-то там добавляли. Теперь уже начну делать. По-моему, сказали, до 25-го года ее сделают. Вот со стороны Соколинова будет полностью новая. Там же надо укреплять стены, там же оболзни есть, оболзневые места. Да, грядут в Ялте большие перемены. Уже рассматриваться будет и проект реконструкции набережной имени Ленина. О, наши, смотри, Вованчик. Так. Вованчик, подожди, а нам вот чуть-чуть... Ладно, выключайся, мы уже приехали. Здесь частная территория, проход запрещен, вот такая палка. И тут буквально 30 метров и поляна. Красиво здесь, просто класс. Это открытие для нас. Так, друзья. Друзья, ну мы расположились. Девушки нарезают овощи. Мальчишки запалили костер. И сейчас будем уже нанизывать шашлыки, жарить. Можете наблюдать на заднем фоне камень большой. Называется он крепость Учинсу-Исар. Но есть проблемка. Сейчас там вверху частная территория. Уже довольно-таки долго, да. Но местные, наверное, знают, что на этот камень сейчас очень проблематично попасть. Потому что нужно пройти через частную территорию. Ну что, друзья, у нас здесь все в пылу, в жару. Игорь нанизывает свининку от Димончика с овощного рынка, да. Только у него на шашлыки берем мясо. Грибочки Юля замариновала. Здесь еще Аня должна ярко подъехать. Взяли две рыбки ей пожарить. Взяли с собой еще бедрышки куриные без кости. Все секреты. Овощи. Значит, вот такая уже у нас полянка здесь вырисовывается. Вованчик жарит овощи. Наш кум. А мы его кумовья. Так, наша Анечка приехала к нам тоже. Привет, привет. Милости просим. Шикарно. В общем, необыкновенно просим. И вот внизу вот палатка тоже. Кинологи приезжают с собаками, да. Вот как раз там селятся в палатке, занимаются своими собаками. Никто не мешает. Здесь у меня душ с минеральной водой. То есть ее можно пить, можно мыться. Горячая, холодная. Здесь туалет с унитазом. Для кеппинга это как бы очень даже это самое. Здесь есть столик, где можно зарядить с розетками телефоны свои. Ну, сюда же выкидывается мусор. Пойдем дальше пройдемся. Посмотрим все твои богатства. Сверху вот палатка есть. Это тоже палаточное место. А вот венча. Получается у тебя одно здесь место. Одно при въезде. Одно рядом с речкой. На круге 20 минут. Над кругом, вот там, где машина стоит, вдоль там по 8 палаток стоит бывает. А, да? Да. Ну, вот так. А тут у меня обычно парники. То есть, одна палатка на двоих ставится. Кто хочет далеко от людей. И как бы в туалеты ходит сюда же в душ. Тут есть места, которые с видом на Айпетрии есть. На Ставрикая. Ставрикая с той стороны. С той стороны видно. Ну, сейчас тут увидишься. Здесь у меня будут бани на камнях. Дома треугольные, афрейм. Да, так что? Вот на таких камнях. В планах. Камешки не маленькие. Они все выдержат. А снизу вот уже речка журчит. Река Барбала. Барбала. Она бежит из озера Магаби. Которая впадает в Учансу. Да. Плюс у нас есть подача воды такой. У нас же... Мы же ИЖС. То есть, здесь у меня место палаточное для парочки. То есть, палаточку поставили. Шум горной реки. Сидела. Сейчас начнется вид на Айпетре. Кстати, посмотрите наверх. Здесь у меня строится дом. Здесь залит уже фундамент. Здесь будет два этажа. Ну, я думаю, с газоблоками. Многие, наверное, спросят, как это вон тут в заповеднике строят дом? Ну, это территория с 2006 года, не заповедник. Заповедник после реки. А тут все территории ИЖС идут. Ага. Понятно. Здесь когда-то был лагерь Витя Коробкова. И потом в 2006 году лагерь закрылся. И эти участки разделили на ИЖС. Решением Ялтинского госсовета. Ну, это как бы не я. Ну, и документы все сейчас российские. Все, как полагается. Документы российские. Все в порядке. Сейчас покажу самое блудное место. Ух ты! Вот это вид! Вот обычно, кто парами приезжает, очень любит здесь стоять. Здесь, во-первых, Wi-Fi рядом. А во-вторых, вот такой видок. И вот прям палаточная место. Да, здесь палатку ставишь, вылазишь из нее. Лишь бы входом сюда, а не туда. Ну, кстати, хочется добавить, что здесь буквально 800 метров пройти. И начинается Таракташская тропа, Штангеевская. Да, они там вместе начинаются. То есть, ну, до Учанцу здесь меньше километра. То есть, можно здесь и с палаткой стать. То есть, вот рыжий, видишь, пятно рыжее. Да. Вот под ним как раз водопад. Ботсов ты лечебный. Самый лечебный в мире. Не зря здесь Сергей Петрович Боткин жил вот за этим забором. Да? Здесь он жил? Здесь он жил несколько лет. Туда приезжала Мария Федоровна. Я отсюда ходила до водопада 20 лет. С 1860 года по 1880. И умерла только потому, что уехала в Италию. Думаешь, там такой же климат. А пения итальянская сосна не дает фитоцидов. Таких, как крымская сосна. А в сосне паласа больше всего фитоцидов, которые убивают даже туберкулез. Коронавирус не страшен. Грипп, ангина, ничего. Все просто лечится воздухом. Без всяких таблеток живем. Ничем никогда не болеет. А еще Александр у нас музыкант и поэт. Но об этом чуть-чуть позже. По поводу машин. Если вы приезжаете сюда на своих авто, Александр, конечно же, здесь покажет, где их оставить. То есть машин 10 он свободно разместит. Плюс к электричеству подключить можем. А, электричество, да? Вода есть, электричество есть. Прямо к машине можем подключить. Можно спать в машине, заряжать телефоны. Там, что необходимо все. Хоть внизу, хоть вверху, где людям выгодно. Можно машину около повадки ставить. Но там на въезде место, которое они машину ставят, напротив повадки ставят. Все элементарно. Здесь, например, если машину ставишь, сверху камера и собака все храняет. То есть ни разу за два года ничего не пропало. Разумной щетки. Так, а что это вы тут делаете? Молодежь. Яна, ну расскажи, как это называется. Что она сейчас будет? Ожевать? Она будет выпрыгивать. Спецификация называется «отлепить». Танечка для тебя. А мы будем есть мясо. И овощи тоже. Для всех. Вот такое получается. Фу, вы тут делаете. Медитируем. Да? Небо, покажи, Слав, это небо. А вы уже подключились к местному вай-фаю? Мы пока вот так общаемся с вай-фаем напрямую. Представляете, здесь есть свой интернет, вай-фай и плюс еще мобильная связь ловит. То есть и мобильный интернет. Вообще шикардос. Димаш, ошибка, конечно, отменный. Димончик, привет тебе большой. Хочу поднять бокал за моих самых-самых драгоценных девочек. Моей женушки любимой. Моей доченьки где-то она потерялась. Прикинь, она уже такая взрослая, что я не узнаю ее в компании. С днем рождения, мои любимки. Спасибо. Здоровья вам всех, благ, целую, целую, обнимаю. Спасибо. Принес ветер проказник, нам весточку с тобой, сегодня в Ялте праздник, сегодня выходной. Светят глаза небесные, нам улыбнуться даже, с рождением чудесное, ведь праздник у Юляши, припев Юляша, это настроение. Мы вместе. Юляша, шутки и забавы. Юляша, блогер без сомнения. Юляша, счастье луч для славы. 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 Счастья уж для славы Юляша Счастья уж для славы На кухне очень любим Твои эксперименты Твое любое блюдо Счастливые моменты Посадишь на фазенде Посадишь на фазенде Свои цветочки в ряд И дом будет, поверьте И будет город-сад Юляша, это настроение Юляша, шутки и забавы Юляша, блогер без сомнения Юляша, счастья уж для славы Юляша, счастья уж для славы Еще раз Юляша, счастья уж для славы 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 Нормально получилось? Спасибо! Всегда, пожалуйста Вручается? Это круто было! Текст так друзья вот наконец-то я решил спуститься и посмотреть как обстоят дела внизу здесь палатка кстати палатки все оборудованы внутри мягкий матрас это кстати вот граница ну и здесь уже привет о знакомые лица а привет детка а мы тут ты в горы не поздно я люблю на закате а понял а вот уже и ученцу сразу эти две речки соединяются вот тут абориген умывается водицку пьет сейчас на ваших глазах станет козленочком что там интересного было почему здесь еще даже довольно таки интересно полазить по этим камням фух кладбище ниже игорь да друзья дальше уже не пройти там завалы деревьев здесь видите склон обвалился забор висит это вот дальше территория детского оздоровительного лагеря и сары имени титова у нас тут не только картина мишки в лесу да смотрите какое шикарное дерево упало все по нему лазят еще и лианы такие висят вообще какой-то затерянный мир шикарный тут многие должны сводить и я аня ты же вроде только сок пила и рыбу ела за меня в море при 17 градусах сводит ну а тут и вообще горная река друзья кто за то чтобы мы сами сняли новый ролик про недвижимость на юбк пишите в комментариях тебя есть что показать сейчас конечно есть новенькая квартиры дома и участки ну прям новенького новенького у нас тут но интересное есть новенькая интересненько мы с тобой уже давно не снимали надо повторить нам самим интересно что сейчас кстати сейчас цены ну хоть немножечко упали вниз немножечко выросли ну как обычно а еще можно вот так просто полежать и подышать свежим воздухом две барышни вот эти уже тут возлегают наверное минут 30 залипательных до шикарно друзья но на этой ноте мы завершаем свой блог сейчас заканчиваем свои посиделки собираем свои манатки и домой подписывайтесь на наш телеграм-канал на нашу группу вконтакте там самые свежие новости ну для новых встреч в интернете с вами были крым глазами местные юля и слова ну и также я на и наши близкие друзья всем пока до новых встреч пока а а а